Алматинского активиста Дархана Уалиева задержали 10 января у городского морга, куда он пришел в поисках брата. Близкие Уалиева с трудом смогли увидеться с ним через 10 дней. 19 января адвокату дали зайти к своему подзащитному всего на пять минут. Дархан сказал, меня убивали, но я жив. То, что я видела сама, видела синяяки, видно, что они уже давно проходили, под двумя глазами синяки. Естественно, телесный осмотр я не делала, и более тщательно мы не поговорили, потому что мне самое главное было увидеть его, что он жив, и это уже были последние минуты, там без пяти шесть, и нужно было освобождать ИВС. Вот, значит, я также узнала, что ему инкриминируют, действия его квалифицируются по статье 272, часть 2. Уалиев, которому осенью ограничили свободу по приговору по 405-й статье, обвинение в причастности к экстремистской организации он тогда отверг, подозревается сейчас в участии в массовых беспорядках. 45-летний активист не раз выходил на акции протеста с требованием освободить политзаключенных и не препятствовать реализации гражданских прав. Родственники 30-летнего алматинского фотографа Саята Адильбекулы потеряли с ним связь. По словам близких, 5 января он вышел в аптеку за лекарством для дочери и вернулся с огнестрельным ранением через несколько часов. Ему вызвали скорую, медики увезли Саята в больницу. Его прооперировали, удалив почку. 8 января Саята Адильбекулы забрали из больницы силовики. Через четыре дня с родственниками связался государственный адвокат. Он сообщил, что мужчина подозревается в участии в массовых беспорядках и помещен под стражу на два месяца. Эти кадры облетели социальные сети. Мужчина на фоне разрывающихся светошумовых гранат идет с флагом Казахстана. Предположительно, это активист Берик Абишев. По словам старшего брата Берика Абишева, активист получил ранение вечером 6 января на площади. Несколько дней он находился без сознания. Сейчас в больнице. Пришел в себя, но не узнает близких и не помнит, что произошло. По официальным данным, во время январских событий в стране погибли не менее 225 человек. Как минимум 149 из них – в Алматы. Часть погибших официально обозначают как вооруженных бандитов, участвовавших в терактах. Число жертв среди мирного населения не уточняется. Число жертв среди мирного населения не уточняется.